Музыка Уважаемые коллеги, бюджет это не цифры, это судьба людей в целом страны. Этот Тришкин кафтан невозможно залатать и он не налезет на плечи большой и огромной России. Я внимательно слушал послания и считал, что мы реализуем, по крайней мере, в ходе второго чтения. Там ставилась задача за два года обеспечить прирост экономики более чем на 3%, но этот бюджет не позволит даже добраться и до полутора. Три главные опасности будут только усиливаться. Кризис будет нарастать, без ВВП роста 3% он только будет усиливаться. Что касается раскола в обществе, оно уже недопустимо, оно тоже будет усиливаться. Богатые будут богатеть, а нищие – нищать. Этот бюджет выживания, но далеко не для всех. И клещи будут и дальше сжимать горло страны и всем нам. ЖКХ превращается в замедленную бомбу. Износ оборудования превысил 50% и нет перспектив. Техногенное отставание технологическое будет только усиливаться. Мы зависимы от иностранных поставок во всем, от банков до авиации. Что касается предыдущих трех лет, мы спасали банки 2 триллиона, плюс еще бросили более 800 миллиардов. Те два расползлись по офшорам. Официальная справка из тех 800, что выделили, а их под инвестиции, на инвестиции направили только 4,3%. Что касается исполнительной дисциплины, откройте, гляньте, как выполняет текущий бюджет. 3,4 триллиона рублей еще не распределены. Вот сейчас их разбросают, и они никуда в дело не пойдут. Так что переходящие остатки будут большие. Для того, чтобы успешно решать эти задачи, у нас есть еще небольшие резервы. Есть законы, которые мы внесли, есть заначка у премьера триллион 700 миллиардов, и после 1 января еще минимум пару триллионов будет. Надо подумать, что делать. В противном случае, та стабильность, о которой говорил блестящий шаманов, и единство, они абсолютно недостижимы. На наш взгляд, надо сосредоточить нам все внимание, чтобы помочь прежде всего людям. К чему на Кубе есть семейный врач и продолжительность жизни 80 лет? Не проблема. Если начнем решать, многие болячки будут сняты. Если посмотреть дети войны, 140 миллиардов, давайте попросим Абрамовича продать шестую яхту, как раз хватит того, чтобы выделить детям войны необходимые ресурсы. Если посмотреть детям, детям Донбасса помогли, с талантливыми детьми оказалось все сложнее. Два объекта работают активно, Сириус и Артек. Но чтобы завершить строительство Артека, куда мы вместе с вами вложили 10,5 миллиарда, еще полтора надо, и никак не договорюсь с тем, чтобы это было решение принято. Это касается и детского онкоцентра. Если посмотреть на молодые семьи, кто имеет детей, они нищие, давайте подумаем, как их поддержать. У нас готова программа. Что касается обманутых дольщиков, примите всего два решения. Кто подписывает, руководители отвечают, а там любой руководитель района. И плюс банк на конкретный счет под этот объект. И вы увидите, как вам станут немедленно таять такие объекты, а их все увеличивается и увеличивается. По продовольствию приглашаю вас в наши два народные предприятия. Звениховская-Казанкова стала лучшим в Европе, Грудининская рядом с Москвой стала лучшим в центре России. Давайте съедим и посмотрите. Они решат проблему продовольственного обеспечения, решат ее очень эффективно. Своя авиация, разве это проблема? Три самолета заказали у президента, у Шойгу и у безопасности на Воронежском заводе. И все, линейка остановилась. Посмотрите, как выполняется эта статья в текущем бюджете. 53% на 1 декабря. И какая будет авиация при такой загрузке? Свой дом и сад. Давно можно решить проблему для молодой семьи и многих. Опять она затормозилась. Давайте 40 миллионов приусадебных участках оформим одним решением. И не будем людей гонять и так далее. Вы получите продовольствие в 2-3 раза больше. Но тогда надо ввести еще 2000 рынков. Они это иностранная сеть, которая у нас не хочет брать морковку по 18, а берет голландскую по 80 рублей. Новый шелковый путь готов. Китайцы отстроили, Казахстан отстроил, а мы еще толком не приступали. Чистая вода, самый переработанный лес. У нас два десятка великолепных проектов, которые дадут сумасшедшие деньги. Но их в этом бюджете нет и не пахнет. Мы предлагаем вернуться в начале января к этой проблеме, рассмотреть и принять ответственные решения. Этот бюджет не годится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова